Музыка Всех приветствую на моем канале Javik Сегодня я покажу и расскажу про жидкие стекла, керамику на ваш автомобиль и не только Многие задаются вопросом, во-первых, чем отличается жидкое стекло от керамики Как покрывать автомобиль или что можно вообще покрыть жидким стеклом Какое оно бывает? Почему оно дороже или дешевле? В чем разница? На все эти вопросы я сегодня постараюсь вам ответить и покажу на примере пластика, как правильно наносить нано-керамику Ну или жидкое стекло, тоже расскажу отличия Кого заинтересует, в комментариях пишите Также, кто захочет приобрести вот это жидкое стекло, тоже в комментариях можете писать По хорошей цене можете приобрести Но это китайское защитное стекло Кто еще не подписан, подписывайтесь, поехали к просмотру Итак, ребят, данное защитное стекло, точнее не защитное, это жидкое стекло идет вот в такой коробочке На передней части изображения автомобиля и бутыль с самим стеклышком Открываем, собственно, нашу коробочку Смотрите, в комплекте вы получаете, обязательно получаете тряпочку, которая с микрофиброй Или как-то так она называется Это обязательно, потому что обычной тряпкой будет намного хуже и может не быть достигнутый вами эффект Дальше, дальше здесь в тряпочке вы еще получаете перчаточки В которых желательно, конечно, в которых желательно работать одна перчатка Ну, соответственно, на ту руку, которую вы будете растирать все это дело Дальше, дальше, ребят, здесь обязательно Обязательно есть инструкция по эксплуатации даже на русском языке То есть можно будет прочитать и, соответственно, ну она и на русском, и на китайском языке прочитать И кому что будет непонятно, опять-таки, в комментариях не задать Дальше идет вот такое вот жидкое стекло, ребят, его хватит на весь автомобиль Но, опять-таки, как вы будете наносить, сейчас я расскажу И еще обязательно со стеклом у вас должна Должна идти вот такая вот губка С одной стороны мягенькая, вот здесь твердая и вот такая вот тряпочка Давайте перейдем к самому главному Во-первых, первый вопрос, чем отличается жидкое стекло от керамики Смотрите, по сути, оно одно и то же Жидкое стекло, керамика одно и то же Только керамика будет дороже Там больше всяких кристаллов, которые лучше ложатся на ваш автомобиль Дольше держатся и чуть лучше эффект Вот и все То есть, ну, по сути, это одно и то же Потому что многие заводят в заблуждение, что это вообще что-то разное И вообще не похожи друг на друга Вот это раз Во-вторых, почему, опять-таки, почему одно жидкое стекло стоит очень дешево Второе жидкое стекло стоит очень дорого Во-первых, есть разные фирмы, производители этих жидких стекол Во-вторых, они дают разный эффект То есть, вот это обычное бюджетное китайское стекло И, по сути, ну, да, его можно нанести, допустим, на зеркало автомобиля Оно действительно даст эффект, вот когда будет идти дождь, то все капельки будут быстрее скатываться Не будут, в общем, задерживаться Будут скатываться Это круто Также на лобовое стекло Но если покрывать полностью, вы хотите покрывать автомобиль Полностью весь автомобиль То я советую брать что-то подороже Почему? Потому что там лучшая кристаллизация Оно лучше держится на автомобиле Во-вторых, дольше держится на автомобиле Ну и, в-третьих, опять-таки, вот это, знаете, олеофобное покрытие намного лучше То есть, капельки намного быстрее все это дело Знаете, как жирное что-то, оно скатывается очень быстро Перед тем, как на что-то наносить Кстати, еще один вопрос был Можно ли на пластик наносить? Да, ребят, можно покрывать даже торпеды вашего автомобиля Можно, да все что угодно, в принципе, можно покрывать Но, перед тем, как покрывать, допустим, автомобиль Его необходимо подготовить То есть, вымыть, обезжирить, вытереть Насухо, чтобы он был чистый и сухой И ничего лишнего на нем не было И только потом, потом можно будет покрывать наш автомобиль Или любой пластик жидким стеклом Как это делается? Смотрите Вот эта тряпочка служит для растирания Потом, когда вы уже покрыли Перчатку я использовать не буду Вообще, советуют вот так Вот это покрывает То есть, одевается вот так Сюда капается жидненькое стекло И потом все это дело растираете Я покажу на примере вот этого пластика Смотрите У меня вот такое вот стеклышко Кстати, кого заинтересует Вот это классное стекло можно наносить, допустим, на какой-то пластик На торпеды, для торпеды Это самое то, как я уже говорил, для зеркал Но если вы хотите полностью покрыть ваш автомобиль То, соответственно, лучше приобрести что-то подороже Смотрите, ребят, как правильно это все дело наносить Много его сильно не нужно Берем вот эту мочалочку, тряпочку Или как это правильно назвать И вот сюда вот несколько буквально капелек Вот капаем вот таким вот образом Смотрите Вот Теперь Теперь вот это все дело Просто растираем аккуратненько на нашу поверхность Поверхность, как я уже сказал, заранее необходимо подготовить Потому что если поверхность не подготовить То эффекта не будет Просто вот того эффекта, который должен быть, не будет Много сильно не надо И теперь по нашей поверхности Растираем просто вот это жидкое стекло Вот таким вот образом Аккуратненько его растираем Но, естественно, на пластике такого эффекта не будет Это вообще происходит на лак То есть лакокрасочное покрытие Вот, ну, соответственно, автомобиль Вот, представьте, что это автомобиль Когда вы вот это все растерли Дальше Дальше Буквально несколько минут оно должно постоять И вот этой тряпочкой не сильно просто растираем его по поверхности Вот таким вот образом Мы просто растираем по поверхности Как только мы это все сделали Опять-таки Опять-таки Мы несколько капелек Капаем сюда стекла И опять повторяем процедуру И процедуру стоит повторять раз за три примерно Раз за три Ну, естественно, не стоит делать это 10 раз Только от этого не будет Повторили Опять оно немножко подсохло И вот этой тряпочкой немножечко Вот так давить не нужно Просто растираем по всей поверхности Кстати, ребят Когда вы покрываете автомобиль Жидким стеклом Необходимо, чтобы он хотя бы неделю не мылся вообще То есть не попадала на него вода Соответственно, под дождем Чтобы он не был Потому что полная кристаллизация происходит Именно дней 5-7 Чтобы оно застыло Взялось хорошо И только потом можно мыть уже ваш автомобиль Насколько хватает жидкого стекла? Ну, если покрыть автомобиль жидким стеклом Опять-таки По эксплуатации Если вы моете, допустим, автомобиль нечасто То вам хватит надолго Если постоянно каждый день мыть Постоянно грязь То все это дело, естественно, смывается И эффекта такого не будет Вот, смотрите Сам пластик, который был Вот, видите И вот, который стал Он начал блестеть Хотя вот это я только покрыл И, соответственно, если сюда капнуть воду Она будет держаться Вот здесь она будет скатываться В общем, ребята Вот так работает защитное стекло На автомобиль Бывают разные Подороже, подешевле Если вы покрываете Обязательно Лучше И если вы сами этого не умеете делать Лучше обратиться к людям Которые понимают и занимаются этим Вы были на канале Джебис Кому что-то непонятно Пишите в комментариях Постараюсь всем ответить Всем спасибо за просмотр И до новых встреч на моем YouTube-канале